здравствуйте я активист профсоюза действия бобинов григорий вячеславович красный доктор есть такой межрегиональный профсоюз работников здравоохранения действия он представлен еще раз скажу во многих регионах нашей страны есть владейном поле в прошлом ролике рассказал о том что в принципе для ладена польского района нужно чтобы машины ездили санитарные не больше трех лет это касается прежде всего этих газели что больше трех лет это уже становится ведра с гайками все с этим согласились ничего такого здесь нет все понятно все логично и как бы если водитель отказывается ехать в дальний рейс вот на таком хламе то за это объявлять ему выговор и выгонять его с работы это не дело разговор идет о воронове леонида полуэктовича за который сейчас за нашего активиста профсоюз как раз и поднялся в борьбе напоминаю что суд о восстановлении на работе состоится 22 мая но если все согласились с тем что газели не могут больше трех лет в таком режиме 24 часа в сутки работать на скорой помощи что их надо менять каждые три года сейчас хотел бы с вами обсудить вопрос именно сколько же машин скорой помощи нужно для ладейного поля для ладейно-польского района главный врач егоров уже написал что обоснуйте там свои какие-то решения петиции ну вот я со скорой помощи в принципе весь акте со скорой помощи соответственно вот что касается скорой помощи я вам обоснули вообще за 5 секунд и так давайте разберемся сколько надо бригад скорой помощи ну соответствующим оборудование техникой санитарными машинами на ладейное поле и ладейно-польский район для этого далеко ходить не надо вот вам представлен приказ довольно свежий от 20 апреля в 18 года называется об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурса обеспеченности населения в сфере здравоохранения ну чтобы вам долго не искать про нас здесь пункт восьмой вот я его представляю на экране пункт 8 общепрофильные бригады но это общепрофильные то есть это не реанимация не детская не педиатрическая то есть вот именно общепрофильное то что у вас есть владельном поле бригады скорой медицинской помощи рекомендуется формировать исходя из следующих примерных нормативов и так в районах компактного при же проживания одна бригада на 10 тысяч человек ну то есть понятно город сан петербург вот конкретно деле берется район 200 тысяч то есть на 200 тысяч надо соответственно 20 машин скорой помощи дальше идет следующее рассуждение в районах с низкой плотности населения при радиусе территории обслуживания равны 30 километров одна бригада уже на 9 тысяч человек если 40 километров радиус то одна бригада 8000 человек на 8 тысяч человек населения 50 километров одна бригада на 7000 человек населения свыше 50 километров одна бригада на 6000 человек населения итак открываем википедию википедии ясно написано что у вас на этот год население района 28032 и так исходя из 182 приказа Радиус обслуживания, со слов фельдшеров, водителей, которые работают на скорой, больше 50 километров. И плюс еще, иногда, ну не иногда, а часто приходится транспортировать пациентов в Ленинград и туда-обратно набегает больше 400 километров. То есть, а то и 500, а то и больше. То есть, получается, что как раз попадает вот эта вот категория, ну минимум одна бригада на 7 тысяч человек населения. То есть, делим 28 на 7, получается 4 бригады. Итак, у вас сейчас на данный момент в ладейном поле работают 3 бригады, 2 находятся непосредственно в городе, 1 в отдаленном населенном пункте. Итого 3. Если главный врач не знает, как обосновать, что у вас должно быть 4 бригады скорой помощи, то вот обоснование. Пусть лезет в 2018 года приказ 182 и там конкретно увидит вот эти вот цифры. Ну еще вернемся к проблемам ладейного поля. Это удаленность от Санкт-Петербурга, от Всеволожска, от Оксова, где находится стационар, куда приходится возить. То есть, получается, что есть группа пациентов, которые находятся в ладейно-польской ЦРБ. Их надо для дообследования, обследования вести в ту же областную ленинградскую больницу. И, соответственно, для этого надо выделить автотранспорт. То есть, понятно, что именно бригады скорой помощи предназначены для того, чтобы обслуживать больных именно в порядке экстренной и неотложной помощи. Но есть еще такие пациенты, которые как бы уже обследованы по наблюдениям, в экстренной и неотложной помощи не нуждаются, а нуждаются, допустим, в дообследовании. Ну и как решать эту проблему? Ну, главный врач подумал и издал соответствующий приказ. Ну, молодец такой, а что еще остается делать? Что для таких пациентов, которые надо перевозить из ладейного поля в Санкт-Петербург или же из отдаленных поселков, привозить ладейно-польскую ЦРБ, держать отдельный санитарный транспорт. Решение адекватное и правильное. Появились такие пациенты в ближележащем селе, собрали их там и на вот на таком транспорте, оборудованном для перемещения таких пациентов. Если нужны носилки, соответственно, носилки. Если просто сидячие, соответственно, сидячие места, оборудованные специальными ремнями, все это привозится непосредственно в ладейно-польскую ЦРБ, либо везут из ладейно-польской ЦРБ или поликлиники, соответственно, везут для обследования в другие стационары с Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И вот выпустил главный врач такой приказ и сам же его начал нарушать. Причем начал нарушать и всем сообщать, что я вот выпустил приказ и начал его же нарушать. И причем у меня такое впечатление, что он там наспоро это делает. То есть он говорит, вот смотри, я написал вот такой приказ, я его сейчас буду нарушать. Я еще нарушу, еще к нему, допустим, четыре еще приказа всяких там нарушу. Об этом всем расскажу, напишу в газете на себя, что я сам нарушаю те приказы, которые выпускаю. И вообще все, что там кругом находится, еще четыре сверху. Буду на каждом повороте этим махать и мне реально за это ничего не будет. Вот так вот я расцениваю эту ситуацию, потому что главный врач появился в комментариях под нашей статьей на одном из ресурсов. Вот сейчас я это все представлю на экране. Вот конкретно его комментарии и конкретно вот эта статья, где он рассказывает о том, что он нарушил свой приказ и еще с десяток в придачу. Не верите? Давайте разбираться вместе. Итак, газета «Ладейное поле», статья «Спасибо бездушному шоферу». Вот эту статью выведу на экран. Ну, вкратце ситуация такая, что 28 мая, то есть год назад, классный фельдшер ей в Северской, который организовал обследование бабушек непосредственно в Ладейно-Польской ЦРБ. Они там прошли флюшку и сделали там что-то у окулиста. И туда их довезли просто замечательно. А обратно приехала скорая с водителем, который ругался на этих бабушек, что-то там при посадке в эту машину там произошел конфликт, другался всю дорогу, высадил их у магазина, хотя им еще идти до какого-то дома номер 21 на еще 2 километра. Вот такая вот получилась ситуация нехорошая. После пишет главный врач, что провели расследование и, соответственно, за вот это хамское поведение водителю объявлен выговор. Вот это как раз один из трех выговоров, который объявили непосредственно водителю Воронову. И сейчас его по сумме всех выговоров, соответственно, уволили. Итак, я привожу эту статью полностью, вы можете с ней ознакомиться. И все же сразу понятно, вот он водитель, вот он хам, он этих бабуль не довез. Ну просто гадина. А теперь расскажу, как все это видда со стороны именно сотрудников скорой помощи. Ну и вообще специалистов, которые немножко по-другому смотрят на эту ситуацию. Что же нарушил главный врач? Ну первое, он нарушил свой же приказ. Вот этот приказ, которым он бравировал, что есть другой транспорт для перевозки пациентов из стационара в стационар. Или из дома в стационар, когда нету именно экстренной, неотложенной ситуации, когда не нужна скорая помощь. Второе, он снимает бригаду с линии. И так там бригад, как мы выяснили, не хватает. Да, вместо четырех-три работает. Он еще и одну бригаду снимает с линии. Третье, он ее расформировывает. То есть, ну как так, есть снаряд, есть еще что-то. Не выпускается отдельного приказа. Берут ее и расформировывают. Третье, отправляют водителя, ну по какому-то адресу, вот с этими бабушками. Их пять человек. Вы были когда-то именно в скорой помощи? Она не предусмотрена для того, чтобы перевозить пять человек. Там нету ремней безопасности на пять человек. В кабину они залезать не могут. Это такси, чтобы туда залезать. О чем и бубнил, естественно, водитель, что это не такси. Что он просто преступник. Он нарушает кучу всего. То есть, вот эти бабушки непристегнутых, получается, надо везти куда-то. То есть, нарушаются правила дорожного движения. Пятое, эти бабушки едут в салоне без сопровождения. А в салоне скорой помощи без сопровождения медицинского работника находиться не положено. Еще есть такая вещь, как санитарно-эпидемиологический режим, который тоже нарушен. И вот главный врач, вот своими такими вот интересными решениями, то есть, отказ от выполнения всех приказов, инструкций и распоряжений, вот делает такую вещь. И потом он это публикует в газете и на каждом углу показывает вот такой вот я, товарищ. И мне за это ничего не будет. Уважаемые пенсионерки из Старой Слободы, хочу вам объяснить эту же ситуацию с другой стороны. Понимаете, вот в данном конфликте, который произошел между вами и водителем, виноват только главный врач. Только он в этом виноват. Вы поймите водителя. То есть, есть водитель. Ну, он прямой человек, который привык говорить все прямо. Поэтому, соответственно, его заставляют нарушить много-много инструкций и приказов. Нарушить правила дорожного движения. И еще один такой момент. Его снимают с линии. Понимаете, что такое чувство локтя? Это когда вот вас снимают с линии, а там остается неприкрытый район. То есть, поймите, вот вы собрались у дома 21. Вы все ходячие. Вы смогли доехать до больницы и вернуться обратно. А конкретно сейчас вот эта вот машина скорой помощи должна обслуживать пациентов, таких же, как вы, пенсионеров, которые не ходячие, которые, допустим, упали в обморок, в судорогах, детей каких-то. Понимаете? А эта машина просто вас стабильных, пусть и плохо ходячих, но развозит по району. Это не функция бригады скорой помощи. Поэтому водитель понимает, что он нужен там, он нужен бригаде. Что диспетчер говорит ему, давай быстрее там, отвози этих бабуль, возвращайся быстрее. Он уже взведенный, что он нарушает правила дорожного движения, нарушает все приказы. То есть, вы там ждете долго уже это все, когда же там приедет эта машина. И такой вот водитель приезжает. Естественно, там будут искры сыпаться. Туда не смотри, сюда не смотри. Это житейская ситуация. Ну, кто в ней виноват? Виноват в ней конкретно главный врач, который издает приказы и потом нарушает свой приказ. И еще 10 сверху. Вот 5 я просто перечислил. Если надо, давайте объявим конкурс, сколько главный врач нарушил приказов и постановлений, и различных инструкций. Ну, и продолжу на эту же тему. Понимаете, может вызов длиться 15 минут скорой помощи, а может длиться и 6 часов. Бывают тяжелые больные, которых не стронешь с места вообще ни в какую. Там с отеком легких приходится сидеть по 6 и больше часов. Соответственно, если одну бригаду из злодеянного поля убирают куда-то на перевозку, а вторая стреляла вот в такой вот вызов на 6 часов, то следующий, кому понадобится конкретно сейчас скорая помощь, он просто не дождется ее, потому что нету бригад вот благодаря вот этому. Понимаете, вот эти нормативы рассчитаны в советское время. И знаете, тогда к скорой относились не как к средству для зарабатывания денег. Вы знаете, вы там делаете не столько вызовов, чтобы у вас там было 4 машины. А нормативы разрабатывались следующим расчетом. Вот смотрите, как это звучит по сравнению с зарабатыванием денег. Там должно было оставаться, должно было быть столько машин в конкретном районе обслуживания, чтобы всегда была при любом раскладе на станции стояла одна бригада скорой помощи. Вот что бы ни случилось конкретно на станции, должна оставаться одна свободная бригада. Потому что скорая помощь, это не разговор про зарабатывание денег, количество вызовов, что вы должны столько-то сделать и заработать столько денег. Скорая не про зарабатывание денег, должна оставаться одна свободная бригада. Вот и весь советский вот этот расклад, вот на это все. И конкретно за 18-й год приказ подтвердил эти расчеты. Так что главный врач, вот они расчеты, вот они обоснованные. Жители Ладейного поля, Ладейно-Польского района, по-моему, я все здесь понятно и доходчиво объяснил. Ну а межрегионального профсоюза действия, все те же требования. Первое, это чтобы срок эксплуатации санитарных автомобилей в Ладейном поле был не больше трех лет. Второе, чтобы этих автомобилей было четыре, и соответственно было четыре бригады общепрофильных скорой медицинской помощи. И третье, это восстановить на работе нашего активиста Воронова Леонида Пулэктовича, суд который состоится 22-го числа. Ну и будьте здоровы! А пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok